Ему 23 года, рост 192 сантиметра, вес 70,7 килограмма, его профессиональный рекорд, 5 побед, 2 поражения, его стиль ММА, из города Каспийск, Дагестан, Шармиль Магомедов! А вот его соперник в красном углу клетки, ему 29 лет, рост 174 сантиметра, вес 70,8 килограмма, его профессиональный рекорд, 5 побед, 3 поражения, его стиль ММА, представляющий город Грозный, Чеченская Республика, Ахмед Магомедов! Ахмед Магомедов, Шамиль Магомедов, легкий вес, последний бой на этом турнире, в этом дивизионе. Какое интересное, это показали. Так, ух-ух-ух, ничего себе, какое начало интересное. Джеб, и за ним сразу Кунхик закинул. Действительно, длинные конечности, это интересный бонус. О, тут Батфистов встречает. Ну, сразу вспоминается почему-то забит Магомед Шарипов. Ой, здорово сейчас встречает Ахмед Магомедов, еще добавляет правый. Ну, я почему вспомнил, потому что прическа похожая. И потому что тоже он такой... Рост, да. Обычно скоростной и чуть выше, чуть длиннее конечность у него, чем у своих оппонентов. За сетку сейчас хватался Шамиль Магомедов, но это ему не помогло. Ну, а сверху, да, сейчас Ахмад Магомедов. И, видимо, будет пытаться сейчас преодолевать гарф. Ну, или просто накидывать удары и потихонечку набирать баллы. Вот, кстати, казалось бы, совершенно неудобно должно быть высоким бойцам в таком положении. Ну, вот вспоминается один боец из Голландии, который игрался со многими нашими бойцами, тяжеловес. Который снизу такие рычаги локти крутил. Ой, хорошее колено. Но Ахмедов все как будто бы не почет. Контрит. Яркий, яркий поединок мы наблюдаем. Зрелищный. Тут зарубается. Да, прям. И скоро сейчас с ответным ударом Ахмеда Магомедов отвечает. И, казалось, даже пошатнул. Хотя перед этим пропустил сразу несколько ударов от Шамиля. Ну, более собранный, мне кажется, честно говоря, сейчас чеченский спортсмен. Да, больше на эмоциях бьется Шамиль. Ну, мне кажется, что Шамиль Магомедов, он просто несколько молод еще. И вот сохранить вот эту свою концентрацию ему тяжелее. Хотя я не знаю, какая у них разница в возрасте. Ну, согласно официальным данным, в 6 лет. Ну, это да, это серьезно. Это серьезно. Ну, посмотрите, одна рука полностью включена. И вторая, по сути, тоже сейчас распят. Распятый, скорее всего, будет остановка. Ударов очень много наносит Ахмед Магомедов. Долговязым бойцам очень трудно выходить с такого положения. Ну, кстати, вот вышел, но попал на удушающий. Попытка удушающего приема. Да, стучит Шамиль Магомедов. Очень быстрая победа для Ахмеда Магомедова. И вот очень неудачно начиналась его карьера. И сейчас здорово, здорово она развивается. Это уже к ряду четвертая победа. Выровнял. Все улучшает свою статистику, Ахмед. И, в принципе, есть еще время, чтобы побороться за такие серьезные позиции в мировом НМА. Ну, по крайней мере, в российском точно. Да, соглашусь с вами. Ну, и много таких примеров. Уже вспоминали, что не Акопа Степаняна, тоже в тверх поражений начинал. Но в итоге, как выстрелил, был и чемпионом, и пошумел на западе. Ну, и, конечно, очень интересный прием сегодня получился. Переход с распятия на удушающий сзади. Нечасто такое встреча. Вообще балуют, балуют нас сегодня спортсмены интересными боями. Впрочем, чем я удивляюсь, мы с вами на ИСЕ Янг Иглз. Здесь такое больше рядом. Уважаемые гости, реферикер Ханшевилов восстановил поединок на второй год в 50-й секунде первого раунда. Таким образом, удушающий приемом победу одержал Ахмед Магомедов. Поздравляем Ахмеда Магомеда.